Эти торчащие из воды сваи – будущий волнолом в акватории Одессы. Конструкцию строят 7 лет. То, что удалось за это время построить, недавно провалилось в море из-за ошибок проектирования. Волнолом – первый этап в строительстве нового контейнерного терминала. Он должен был стать второй по величине инвестиции Германии в морскую отрасль Украины. Но проект заморозили. Ответственная организация волноломом не занималась. К сожалению, сроки затягивались, и фактически более двух с половиной лет ничего в этом направлении не происходило. С мёртвой точки дело сдвинулось только после вмешательства немецкого правительства. Федеральное правительство предоставляет нам миллион евро для того, чтобы мы могли провести всевозможные изыскания и экспертизы, чтобы волнолом всё-таки смог выдержать любые нагрузки. Немецкая сторона хочет взять процесс строительства под свой контроль. Мы должны скоординировать все свои действия. Нужно не только расследовать, почему так произошло, но и найти специалистов, которые бы смогли исправить дефекты конструкции. Волнолом должна была построить администрация морских портов Украины. В госпредприятии нам рассказали. Сроки действительно сдвинулись из-за форс-мажора, но никаких проблем в этом они не видят. Мы планируем возобновить строительство волнолома в этом году, после того, как будет утверждён финансовый план администрации морских портов Украины и утверждена новая проектная документация в Кабинете министров. Я думаю, что это произойдёт в августе-сентябре этого года. Администрация морских портов – одна из трёх управляющих структур украинскими портами. Была создана при Януковиче и переняла часть полномочий дирекции портов. Без её одобрения невозможны никакие договоры между дирекцией и частным бизнесом. Эффективность МПУ с момента создания вызывала у многих специалистов вопросы. Некоторые прямо обвиняют структуру в коррупции. Государственные грузопотоки передаются определённым частным компаниям. Они на условиях демпинга при поддержке государственных чиновников, коррумпированных чиновников поддерживают, они перевели грузопотоки, то есть порты не развиваются, порты убиваются специально для того, чтобы потом забрать эти порты за копейки, за гроши. Эти обвинения МПУ отвергает. Руководство считает, снижение государственных грузооборотов – процесс объективный. Условия, которые со своей стороны мы гарантируем стивидорам, вне зависимости от их формы юридической, то есть государственной или частной, с нашей стороны полностью одинаковые. Украинско-немецкий проект в Одесском порту планируют закончить к 2021 году, если не возникнет новых непредвиденных обстоятельств. Всеволода Наня, в настоящее время, Одесса. Продолжение следует...